Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Дорогой друг, опиши, насколько тебя захватило чувство ностальгии. Ты знаешь, Капитан Очевидность, захватило глубоко и надёжно. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и возвращение эстакады Warface. А также сегодня будут ещё некоторые темы. Эстакада. Карта, которая вызывает ностальгию, наверное, большинства олдов. Те самые старые потёртые текстурки, немного всратые. Зато такие, можно сказать, более реалистичные. Такие аутентичные. Абсолютно не смазанные, не слишком светлые. Не вот этот вот, скажем так, Counter-Strike стайл, который сейчас присутствует в Warface соревновательном. Выглядит карта, в общем-то, неплохо. Да, нынче уже внешний вид не тот, она устарела. И, кстати, неплохо было бы сделать её версию 2.0 тоже, но сделать в таких вот более тёмных тонах. Как в оригинале примерно, но более сочно. Я думаю, кстати, такое может случиться, хотя шансы не очень высоки. И сейчас как раз тоже поговорим почему. Есть ли у меня ностальгия? Ну, конечно, есть. И не только у меня. Карта играется. Карта всегда заполнена. Ну, бывает, правда, 14-15 игроков, но это уже ближе к ночи, там, или рано утром. Но в основном люди есть. Конечно, каждому приятно окунуться в атмосферу того самого старого Warface. Но при этом, друзья, надо оставаться реалистами и понимать, ну, во всяком случае, я так считаю, что это всё ненадолго. Да, в эту карту будут играть неделю, другую, месяц, может быть, даже пару месяцев, хотя это уже под вопросом. А потом онлайн на ней будет падать, 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 ещё раз падать. И она превратится в ещё одну карту типа Депо или Леса. То есть карту, где, в общем, комнату можно найти, только не факт, что комната эта будет хотя бы на 10 человек. А ночью искать так вообще, ну, идея так себе. А мне кажется, эта карта может стать ещё одной пагодой. Возможно, капитан очевидность. Да, друзья, возможно, действительно эстакада станет как пагода. То есть, конечно, не пригород, но карта, где плюс-минус играется, где есть онлайн. Однако надо понимать, что вот так вот выстрелить, хотя бы как пагода, шансов немного. Просто само по себе такое происходит крайне редко. Для меня, кстати, загадка, почему выстрелила плюс-минус неплохо именно пагода. Мне кажется, что блокпост, на котором онлайн куда ниже, намного интереснее. И красивее, да и геометрически он устроен как-то более сочно и более плотно. Вот станет ли эстакада новой пагодой? Не станет. Я практически, друзья, ну, можно сказать, я в этом уверен. Я уверен, что эту карту поиграют месяцок. Потом просто забьют. Понимаете, в чём проблема? Есть такая поговорка хорошая. Хороша ложка к обеду. То есть, надо всё делать вовремя. Когда вам говорят, там, ещё прошлым разработчикам, лет так 7 назад. Ребята, ну, пофиксите вы снайпер, он слишком эмбовый. Нет, мы не будем его трогать. Потом пофиксили, уже новые разработчики, правда, слишком сильно и другие бомбанули. Когда я, по-моему, ещё в начале 15-го года говорил разработчикам, или в середине, точно не помню. Что все вот эти КВшки, Крабокоды, это то, что мало кому нравится. Потому что, если у тебя сильный клан, ты не найдёшь соперников, с тобой не хотят играть. Если ты слабый, ты тоже других будешь избегать. Надо просто сделать КВ через быстрый поиск. Типа такого что-то, понимаете? Какой-то рейтинговый режим. И всё-таки мы не знаем, это очень сложно, или туда-сюда. Потом всё-таки, наконец-то, РМки появились. Потом они очень долго эволюционировали. И говорили, что надо что-то поменять. Разработчики тоже прошло и долго слушали, слушали всё это, но ничего толком не делали. В принципе, та же самая картина происходит и сейчас. То есть, понимаете, эстакада это то, что можно было вернуть давно. Или возвращать время от времени, устраивать какой-то уникальный ивент. Смотрите, да, например, там, Old Barface какой-нибудь устроит сезон. Там будут старые карты необработанные, типа эстакады. На них будут какие-то, может быть, гонки, какие-то мини-турниры, какие-то вот соревнования, ивенты. И это было бы круто, понимаете? То есть, это было бы реально сочно. А на сегодняшний день получилась такая ситуация, что... Что такое комьюнити Warface? Я вот хотел бы просто сегодня ещё поговорить, что такое комьюнити Warface сегодня. Будем честны, сегодня комьюнити Warface это в основном Алды. Такие, знаете, мастодонты. Скуфизавры типа меня, которые шпарят, шпилят в эту игру долгие годы. Кто-то лет 5-6, как подсел, так не останавливается, а кто-то и десяток, а то и больше, наверное. И когда ты чем-то занимаешься так долго, вот такой огромный промежуток времени, у тебя складываются определенные привычки, определенные алгоритмы, как ты это делаешь. И вот переучиться, воспринять что-то новое становится уже сложно. Вот именно сложно. Игроки не очень приняли, и многие до сих пор бомбят. И я знаю, что многие уходят там из-за системы модификации, из-за деталей. Ну, тут надо сказать, что не только это касается там старых игроков Warface. Это вообще в любом шутере такую систему могли бы воспринять, ну, прямо скажем, неоднозначно. А она такая и есть, неоднозначная. И что касается мясорубки, друзья, получается у нас такая картина. У нас есть игроки, которые годами играют в эту игру. Здесь, понимаете, реальные нубы есть, да, не спорю. Какие-то есть, есть кто-то возвращается. Но здесь такие могучие парни остались, которые в основном, большинство из них играет РМ. Сегодня игрок Warface, это игрок РМа, в большинстве случаев. ПВЕ его не интересует. Кто бы там что ни говорил, ой, у нас ПВЕшки играются. Да, они играются только по одной причине, потому что вы там поставили большие награды. Всё. Потому что там есть разряды, потому что там можно забрать донат, и всё. Есть, конечно, какие-то фанаты, они там остались в небольшом количестве, для которых важен челлендж. Но, на самом деле, убери вы эти награды, и поставьте обычные награды, как за обычные ПВЕшки, ну, типа такого что-то там, обычный опыт там, как-то усоедините. Никто в ваши эти спецоперации играть не будет. Это никому не надо. Дайте такие же награды, чтобы то же самое можно было прокачать, там, разряды получить на паблике ПВП. Вы увидите, что ПВЕ просто рассыпется. Там будут, ну, маленькое количество фанатов играть. И всё. И поскольку это игроки РМа, для них мясорубка это потренить АИМ. То есть, игроки, которые любили разнообразие, будем честны. Игроки, которые фанатели от разнообразия в Варфейсе. Они каждую новую карту встречали с восторгом, им всё нравилось. Они, будем честны, они пошли играть, как говорится, New Game Experience искать. То есть, они пошли искать новый игровой опыт других проектов. Потому что Варфейс закостенел в определённый момент. Старые разработчики ничего не делали. Потом пришли новые. Прямо скажем, изменения были слишком кардинальные, не всегда приятные. И сейчас остались алды реальные. Реальные, прежде всего, РМщики. Для РМщика большое количество разнообразия на мясорубке не нужно. Они играют в пригород. Кто-то играет в пагоду. И кто-то, может быть, ещё что-то бегает. Типа, там, Мотеля, например. Или, там, блокпоста, который неплохо зашёл. Поэтому, дорогие игроки, ностальгирующие, как и я в своё время, я предлагаю вам сейчас прямо побежать на эту эстакаду и наслаждаться ей, пока там есть онлайн. Будет ли он после, там, недели или месяца? Я очень сомневаюсь. Я думаю, что через месяц онлайн там начнёт проседать. Будут приходить какие-то алды. Ой, давно в Варфейс не играл. Они будут заходить. Кстати, по ссылке в описании есть всё, что вам нужно, дорогие алды. Ну, для начала, а там уже разберётесь. И эти люди, они будут ностальгировать. Они будут бегать на этой карте. Им будет приятно. Да, они смогут провести какое-то время. Но, я уверен, неизбежно онлайн будет падать, падать, падать и падать. Как я уже сказал, в Варфейсе остались те, кто придерживается, в основном, каких-то консервативных взглядов. И с большой неохотой принимает что-то новое или то, что, скажем так, не вписывается в его привычную картину, стратегию геймплея. То есть, он может, да, пойти поиграть в ПВЕшку, но скрипя сердце, ну, потому что там высокие награды. Он настолько серьёзно подсажен на Варфейс, что он, скажем так, согласился уже с системой деталей, модификаций, плюнул и играет дальше, несмотря ни на что. Просто ему нравится Варфейс, ему нравится РМ. Но поскольку эстакада не несёт никакой обязательной, скажем так, функции, то есть, хочешь играй, а хочешь не играй, это обычная мясорубка. То, соответственно, этот игрок в большинстве случаев предпочтёт играть на пригороде или пагоде. Потому что ничего нового в плане выгоды для себя, тренировки и так далее, этот игрок не получает. Пригород only and forever для большинства тех, кто разминается или тренится в Варфейсе. Это всё. Это точка. Я придерживаюсь другого мнения. Я не люблю пригород. Мне он никогда не нравился, хотя большинство мясорубок за всё время, почти 10 лет, я сыграл именно на этой карте и до сих пор больше всего на ней играю. Но да, мне эстакада нравится больше, чем пригород. Мне больше нравится пагода, нежели пригород. Моя любимая карта вообще Депо. Мне зашёл, в принципе, блокпост. Это всё классные карты. Но, таких как я, таких как некоторые из вас, не большинство. Большинство тех, для которых мясорубка это одна карта в основном. И всё. И точка. Дрочка и точка, так сказать. И Букешечка. Ты говорил, на этой карте какие-то новые баги появились. Кстати, хорошо, что напомнил. Реально, на этой карте появились баги. Вы только посмотрите на эту красоту. Что происходит? Какие вот эти пейзажи? Какие эти текстуры? Я не знаю, что это такое. Я не знаю, но наши разработчики, как всегда, смогли. Они просто лучшие в этом плане. Но, помимо этого, друзья, на этом они не остановились. С обновлением был загружен ещё один уникальный какой-то очень сочный баг. Я продемонстрирую вам его на полигоне. Вот вы можете видеть. Дело в том, что, когда ты стреляешь в какую-то поверхность, ты просто попадаешь в одну точку куда-нибудь. У тебя вся поверхность идёт каким-то узором. Ну, знаете, как вот стекло? Ты попал, например, камнем в стекло, и пошли трещины, паутинки. Вот что-то в этом духе, короче. Просто поверхность, приличный кусок такой, прямо пласт, он весь покрывается каким-то узором. С чем это связано, я не знаю. Это работает, и, может быть, это большинство, наверное, текстуры, или половина, там, пола, стен, всё что угодно. Вот, и самое интересное, на той же пагоде ты реально бежишь иногда, обращаешь внимание. Ты стреляешь куда-нибудь просто так, эксперимента ради, в стену, бас, ты стрельнул, и там полстены, сука, покрылась таким узором. Чё это за баг, я не знаю, но наши разработчики молодцы, они красавчики. Аж гордость берёт. Наши парни удивляют. Вот, полностью согласен. Реально удивляете, ребят, реально, блин, прям, ну вот, вот это, вот, кстати, вот это реально New Game Experience. Просто новейший нано-технологичный игровой опыт. Я такого не ожидал. Ну, всякое может быть, но, как бы, на одной карте такое количество багов, ну, нет, ладно, стрельба по поверхностям, это не то, как я понял, касается у нас эстакады, но вообще сочно. Как бы, сломано много, много. Никто не ожидал, но вот как-то оно так получилось. С чем это связано, не знаю. Кстати, это, друзья, далеко не полный список багов обновления. Есть, например, ошибки с ачивками. То есть, я решил поменять ачивки, поставить у себя на баннере в профиле. Я их поменял, вышел, запустил ставкатку, а ачивки у меня старые. Да, для того, чтобы всё-таки сработало, надо попытаться несколько раз поменять оттуда-сюда, и тогда вот как-то оно может сработать. Короче, сломано, переломано дофига всего. Почему? Не знаю. Можешь опять поставить брелок какой-нибудь, зайти на полигон, а его, сука, нет. Его просто туфа, блин, нет. Как это работает, я не знаю, но они сумели. Братан, а что там с фиксом приседаний? Во, правильно, правильно. Вот эта тема, которую я хотел обсудить, правда, можно сказать, что она не актуальна уже, но она актуальна, вот так вот, да, сука. Она не актуальна, но она при этом очень даже актуальна. Речь, конечно, идёт о фиксе стрельбы при приседании. Это, как нам написали, была ошибка ПТСа, которую, типа, ну, исправили, она не попала на основные серверы. Я скажу так, я не очень верю, что это была ошибка, объясняю почему. Когда-то, в стародальние времена, внезапно, европейский Warface открылся для российских игроков. Помните, такое было, да? И все ринулись покорять Европу. Подход, вообще, сама философия игроков российских и европейских кардинально отличалась. Объясняю, в чём дело. Ну, если в какой-нибудь Call of Duty, Counter-Strike, там, типа такого что-то, европейские игроки — это задроты, которые вполне могут противостоять российским игрокам, то Warface — это на Западе, в Европе, это такой фановый проект, где сидит там, как говорится, два с половиной подпиваса, два с половиной школьника, просто по фану играют, там, немножечко ПВЕшечки, немножко то, немножко сё. И когда российские игроки, которые лютые задроты, прямо, ну, это, как бы, это люди, с которыми никто в мире не может сравниться. Ну, я думаю, никто из вас не будет даже с этим спорить. У нас международные соревнования были, там, команда из Америки, Black Dragons из Бразилии, там, европейские эти, как они, в Айвиктис, короче, приезжали. Ну, просто, они просто, они ни одной карты нигде не выиграли. Это просто впрух и впрах, серьёзно. Я не сомневаюсь, что просто задротские, очень такие капитально задротские, но не киберспортивные, а просто реально задротские кланы в Warface, там, из 5-10 лучших, они бы даже их выиграли. То есть там, ну, просто совершенно космический уровень, разница между российскими игроками задротами и европейскими. Я не просто так это говорю, потому что я же тоже пошёл Европу покорять. И там прямо, вообще, прям, ну, это, вообще без шанса. Такое ощущение, что ты там на ветеранах играешь, как будто у нас на новичках. Там просто прям без маски, сука, залетает. Бля, а к чему я это всё говорил, сука? Истинный шизофрик. Я забыл, я забыл, к чему я это всё говорил. Потом этот сервер-то, закрыли нахрен для наших игроков. Закрыли и сказали, что это была ошибка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да. А там я уже задонатил. Кстати, неплохо задонатил. По-моему, 40 евро вблил, да? Ладно, давайте на позитиве. Короче, в общем, произошло случайный кидок. Это ошибка была. Ну, якобы. Ну, как бы. Ха-ха, да. Как я понял, это был эксперимент. И, как я понял, ну, моё мнение. Я, как бы, свечку не держал, я никого вам не обвиняю и так далее. Я думаю, что то, что сейчас произошло у нас, это тоже эксперимент. Это был эксперимент, как игроки отреагируют. Игроки отреагировали крайне плохо. Вот. Если спам икса в своё время восприняли многие хорошо, ну, не все, но многие, типа, ништяк, подкаты в стену фифти-фифти, я только забыл, чтобы пофиксили. Но это, блин, ну, чё это за игра такая вообще извращение было? То фикс приседаний, точнее, стребы во время приседаний, наверное, большинство восприняли как, ну, так себе, совсем так себе. И вы знаете, действительно, не стоит их трогать. Почему? Потому что это отличный вариант, ну, как бы, типа вариант такой, ну, спорный, хоть как-то мансануть, например, при ситуации, когда ты выпрыгиваешь из-за угла. Ты выпрыгиваешь из-за угла и тут же присаживаешься и стреляешь. Ты чуть-чуть больше мобильности, не мобильности, ты, скажем, более сложной целью становишься. Это какой-то манс своеобразный. Он не какой-то, он не даёт всех естественного преимущества. Поэтому трогать приседания, не давать людям нормально сидать приседания при приседании в этом самом процессе, это плохо. Но, 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 я вам скажу не только это. Я хотел бы поднять ещё одну тему, и о ней никто ничего не сказал. Вообще никто ничего за всё время особо не говорил. У нас есть такая проблема. Когда ты лежишь и начинаешь вставать, неважно, ну, особенно, если ты просто встаёшь, и это очень чувствуется, особенно с дробовиком, и выходит противник, и ты в него стреляешь. Я не знаю, куда дробь летит, но там сплошные не ваншоты. Кто играет часто медиком? Друзья, вы меня поймёте. Вот ты лежишь на ЭРМе, ты слышишь, что противник приближается. Например, там, Д17, плент единицы, ты лежишь под углом, сейчас будешь пацанов, короче, из этого, с узкой принимать. Ты лежишь, и ты понимаешь, ты понимаешь, что, видишь, пацаны начинают хаешки в ту сторону кидать. Твоя реальная, ну, единственная, возможная, самая нормальная реакция. Правильно, встать, отпрыгнуть, куда-то уйти. Или встать и, естественно, прыгнуть наоборот, на них, первым на них выйти, первым пикнуть. И вот, когда ты встаёшь, выходит противник. Кто-то кинул там из них хаешку, и вот тут он выходит. А ты в этот момент встаёшь, твой персонаж как бы, ну, типа, отжимается от земли, встаёт, он уже может стрелять. И ты стреляешь. Вот прям, у тебя точно прицел на персонажа, на его теле. Никаких, сука, ваншотов. Ну, то есть, прям, я не знаю, даже не 50-50, наверное, больше шанс не ваншота, нежели ваншота. И это постоянно. Я не знаю, кто такое придумал. Я не знаю, игроки в своё время не заметили или что. То есть, ну, это жопа. Я считаю, что при переходах из положения в лёжа, в стоя, и наоборот, то есть, сейчас всё равно особо не поспамишь. Не должно быть никакой потери кучности, точности и так далее. Это жопа, реально. Особенно медику, когда ты лежишь где-то там, принимающим или ещё что-то. Ну, вот такая ситуация. Надо тебе сейчас вот, или снайпером так бывает. Тебе надо вот реально, ты начинаешь вставать, и тут появляется противник. Всё. Ты практически перед ним, получается, беспомощным. Тебе надо стрелять. Ты поставил прицел. Ты стрельнул. Ты молодец. Но нет, нет. Особенно это по дробовикам видно. Просто дропы разлетаются фантастически. Вообще нету никаких ваншотов. Это полная жопа. Это крайне неудобно. Я уверен, что многие игроки сейчас напишут комментарии. Напишите, пусть разработчики почитают. Это игроки РМа будут. Я думаю, и про-игроки вот просто за эту идею, которую я сейчас предложил, они вступятся. Это надо пофиксить. Такого быть не должно. Можно просто сделать там какое-то ограничение. Я на самом деле так у нас есть. Чтоб нельзя было там вот так вот просто спамить, садиться там или ложиться. Это понятно. Тут как бы это естественно. По-моему, так у нас сейчас и работает. Но просто когда ты вот поднимаешься резко. Ну такая ситуация. Всё. Ты поднимаешься и ты стреляешь. Сука. У меня такое чуть ли не половина смертей часто бывает на некоторых картах. Ну вот надо мне сейчас встать. Вот гранату меня кидают. Я встаю. Он появляет. Что мне делать-то? Мне надо стрелять в него. Всё. Жопа. Ваншота не будет. А он меня сваншотит. Ноги, беточка, да? Жопная тяга активирована. Я бы тебе по факту сказал. Друзья, согласитесь, так и есть. Реально вообще вот очень странно. Тайные фиксы. Лучше напишите. На данном ПТСе будет тестироваться система с приседанием. С чем-то ещё. Давайте, друзья, потестируем вместе. Просим вас дать максимальный фидбэк. После этого можно ещё, скажем так, условно тестовый сделать загрузку на основные серверы. И в течение недели пусть игроки поиграют уже в реальных условиях. А потом, если ещё выпустить фикс с откатом этой механики. Всё. Вот это самое нормальное. Ну, то есть, заранее говорите, что, как бы, что, дорогие игроки, мы, правда, хотим такое сделать. Но, как бы, всё будет зависеть от вас. Как вы отзовётесь. Какой будет фидбэк. И давайте пробовать. Выскажутся рядовые игроки. Игроки, там, задрота РМ. Тебе спортсмены. Ютуберы, блогеры, вот все, да? И вот, когда соберёте всю эту информацию, уже можно принимать какие-то решения. А так, типа, немножко втихаря. А ну, фиг его знает. Оно ж могло бы прокатить, понимаете? Оно могло бы прокатить, потом сплыть. И было бы, ну, плохо, плохо, плохо. Вроде как, они говорят, что всё-таки это была ошибка. Может быть. Может быть, это была ошибка. И хорошо, что её нашли. Однако, хотелось бы, чтобы впредь такого не повторялось. Итак, подытожим. Что нам принесла сочная обнова? Ну, как сочная, не особо. Даже пушек новых нет. Но, тем не менее. Обнова нам принесла. Возвращение карты эстакада. Прикольно, классно. Месяц. Можем, я думаю, наслаждаться. Ну, край месяца, я даже думаю. Потом, я думаю, онлайн будет падать, 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 падать. И больше эстакаду вы, друзья, не увидите особо. К сожалению. Это моё мнение. Я могу ошибаться. Может, её как-то переработают. Может, как-то в какие-то ивенты поместят. Тогда да. Тогда будем наслаждаться, сколько есть в Warface. Ну, а ежели нет. Если это будет просто карта в старом виде для мясорубки. Я думаю, месяц это край. Играйте, друзья. Наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Второй момент. Это баги. Баги завезли нам вот с этими поверхностями. Опять же, на эстакаде вот эти баги текстур. Не знаю, что, как. Я не могу это никак комментировать. Может, это как-то связано с обновлением графики. А эстакада построена на старой, так сказать, системе графики. Да. По старым технологиям. Может, что-то из-за этого. Может, там шейдеры как-то не так работают. Может, там сглаживание, ещё что-то. Кстати, настройки у меня были всё высокое. Шейдеры низкие, без сглаживания. Вот. Разрешение 2К. Вот так я играл, и как бы вот эти у меня баги были. Так что да, багов, к сожалению, хватает. Ну и третий момент, не менее важный. Это, конечно же, мувмент. Мувмент, который разработчики, не бойтесь экспериментировать. Но заранее предупреждайте игроков, пусть они нормально тестируют. Хорошенечко. Вот. Чтобы потом не получилось так, что обнова вышла, её никто не заметил. И потом только уже пердачки-то загорелись. Ну, ждём исправления недостатков, многочисленных багов. Вот. Замены на новые. Ха-ха-ха-ха. По старой доброй традиции. Ну и, как говорится, наблюдаем дальше. А ты голосовать пойдёшь? А я уже проголосовал. За кого? За Варфейс.